Почему я сделал такой шаг с оффлайна в интернет два года назад? Потому что было несколько факторов. Первый касался того, что до этого я занимался отделом, то есть частью других продуктов. Хотелось бы заниматься отдельным продуктом. А во-вторых, стало немножко, наверное, сложно заниматься тем, что у тебя раз не будет дедлайн, примерно все делаешь каждый раз по похожим принципам. То есть понятно, что бывает драйв, когда дадёшь какую-то интересную историю, сумеешь её раскрутить, получить обратную связь, но пришло к пониманию, что надо немножко... Хочется более быстрого темпа, то есть где меняется всё гораздо быстрее, где куча всего нового, потому что здесь уже казалось, что я всё равно основным это базовым вещам научился. И хотелось вот... Видел, что где-то есть какой-то новый мир, и когда я это решил, оказалось, что он ещё более новый, чем буду. Потому что, несмотря на то, что я работал всегда близко с интернетом, но кучу вещей я вообще просто не знал. И, несмотря на то, что прошла два года, с того момента я продолжаю постоянно открывать кучу продуктов в своих знаниях, в своих навыках, и, в общем, постоянно есть какие-то движения, есть какие-то интересы. И самое главное, что всё очень быстро меняется. То есть, если тебе кажется, что ты чему-то научился, и ты умеешь что делать, то очень быстро, во-первых, все другие научатся тому, что делаешь ты. То есть все приёмы, которые мы делали как-то первыми, они уже становятся штампами, просто в счёт того, что делали все другие. Во-вторых, то, что работало вчера, скорее всего завтра работать не будет. Поэтому это очень увлекательная вещь, и я нисколько не жалю по тому, что я от печатных смен ушёл онлайн, и в реакции тех людей, которые сейчас осуществляют тот же переход, спустя какое-то время я понимаю, что для них этот мир тоже очень увлекательный, интересный, и он не оставляет шансов просто увлекать себя. Субтитры создавал DimaTorzok